Здравствуйте, подписчики и гости канала! В этом видео представляю вам отзыв и обзор книги Бернара Вербера «Муравьи». Книга Бернара Вербера «Муравьи» вышла в 1991 году. Она построена по такому принципу. Часть глав происходит в мире муравьев, а часть глав описывает жизнь людей на поверхности Земли. Такое деление и параллельное повествование, если брать хронологически, я даже не знаю, когда это началось, кто был первым, кто разделил повествование в книге на два параллельных потока, которые происходят, допустим, в одном мире, как в книге Вербера в мире муравьев, и в мире другом, как в книге Вербера в мире людей. Еще более ранней книгой по сравнению с книгой Вербера была книга «Руки мураками. Страна чудес без тормозов и конец света», которая вышла в 1986 году. Но были ли еще более ранние книги, я сейчас сказать затрудняюсь. Но вернемся к обзору муравьев. Начинается книга с повествования о том, как живет муравьиный город. И автор дает нам первые вводные о муравьях. И далее повествование переключается на повествование о жизни людей в одном из городков нашего мира. И так, переключаясь между этими двумя повествованиями, автор рассказывает нам две параллельные истории. Я начну с... Кратко расскажу о том, что происходит в каждом из миров. Начну я с человеческого мира. В человеческом мире жила-была семья. И по наследству дом в одном из городков был передан дальнему родственнику. И этот дальний родственник приезжает, чтобы вступить в наследство. Вступает в него и перевозит в этот дом свою семью. И оказывается, что в этом доме есть тайна. Тайна исчезновения предыдущих хозяев дома. И новый хозяин находит за кухонным шкафом, находит дверь в подземелье, в подвал. Он начинает идти по подвалу, привязывает себя веревкой. Веревку оставляет, привязывает к ножке стола, чтобы вернуться обратно. И начинает идти по этому подвалу. И оказывается, что подвал этот практически бесконечен. Кто-то до него вырвал в этом подвале огромный тоннель. И тоннель заканчивается какой-то дверью, в которую он не может пройти, потому что ему нужны какие-то инструменты. Он возвращается за инструментами и пропадает навсегда. Об этом беспокоится его жена, потому что у жены есть маленький ребенок, а также мать этого мужчины, который ушел. И они собирают провиант и отправляются вслед за ним. И оказываются около какой-то необычной конструкции, которая пропускает в одну сторону, но нельзя вернуться обратно. Эта конструкция выполнена в виде конуса, который уходит вглубь. А с другой стороны конус сделан заостренными пиками. То есть туда человек может пройти, а обратно он уже вернуться не может. Они проходят через этот конус, потом они идут и слышат звуки. Они идут на эти звуки и оказываются в новом помещении. Здесь я остановлюсь с рассказом о человеческом мире и перейду к миру муравьев. Автор очень подробно рассказывает о том, как живут муравьи. О том, как у них устроена иерархия, какие муравьи бывают, почему у них бывают войны, почему, как работают муравьи-матки, как работают муравьи-солдаты, муравьи-работяги. Кто кому подчиняется, кто защищает матку и так далее. Как поколение маток меняется с одного на другое. Кто имеет преимущественное право занять место матки. И так далее. И в какой-то момент муравьи обнаруживают, что среди них живут муравьи с другим запахом, который похож на запах то ли камня, то ли... То есть не муравьиный запах. А каждая группа муравьей имеет свой запах. Даже каждая колония муравьев имеет свой запах. И они по запаху определяют свой или чужой. Также автор рассказывает о том, о войнах. О войнах, которые были в мире муравьев за все предыдущие года, столетия, миллионы лет. И группа муравьев, которая ведет расследование, они приходят к одному выводу, что есть какой-то секрет в том месте, в котором они живут. И они внезапно находят комнату, в которой находится механический муравей. Это ввергает их в шок. Механический муравей, который передает по системе каналов, который знает муравьиный язык, который передает по системе каналов информацию о том, что должны делать муравьи. Передает им знания о том, о чем они могли бы не знать. О том, как делать оружие. О том, как использовать какие-то растения для защиты и так далее. И вот здесь, в самом конце книги, две ветки сходятся в одну. То есть человеческий мир и муравьиный мир. Оказалось, что владелец дома еще 50 или 100 лет назад, это давний владелец дома, увлекался муравьями. И он задумался о том, чтобы выучить муравьиный язык. И он это сделал. Он пошел дальше, и он сделал механического муравья. И с помощью муравьиного языка он передавал через этого механического муравья приказы вот этой колонии муравьев, которые он вырастил у себя вот в этом отдельном помещении. Там был ручей, там были искусственные освещения, там были искусственные, допустим, деревья и так далее. То есть все полностью имитировало реальный мир, в котором живет муравьи в нашем мире. И если бы вот этот муравей, который не спросил себя, почему запах такой, он бы никогда не нашел вот этого механического муравья, которого создал человек. А те люди, которые пришли из человеческого мира, из дома, который достался по наследству, они оказались в колонии, в колонии людей, которые исследуют муравьев. И там живут, ну скажем так, какие-то предки. И самым старым человеком там был, по-моему, ему и то ли 70, то ли 80 лет, один из предков вот этого нового хозяина дома. Обратно выйти нельзя, потому что эта система замкнутая. И они сделали там себе такую, такой анклав, колонию, бункер, в которой был полностью на самообеспечении. К сожалению, без спойлеров обойтись совершенно невозможно в этой книге. Я даже не знаю, как это сделать. Общее впечатление. Книга читается легко. Я ее начинал читать еще, ходя в книжный. И я прочитал ее где-то на треть я ее прочитал в книжном, но потом я ее купил себе. Эту книгу. Как раз вот в той обложке, в которой я ее начинал читать. И книга читается на одном дыхании, так же, как и другая книга Бернера Вербера, на которую я делал обзор Ангела, и ссылку оставлю в описании. И мысли слишком простые, мысли слишком банальные, мысли слишком плоские, и к концу книги отжидаешь какого-то более захватывающего разрешения вопроса, чем то, что предлагает нам автор. С обзором, в общем-то, все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, если вам интересны мои книжные обзоры. Ставьте лайки, делитесь этим видео в социальных сетях. Всего вам доброго и до новых встреч.